Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не буду его читать, потому что он достаточно объемный. Я постараюсь предать суть вопроса в том, что вместе с мужем автор вопроса живет в одном доме с его родителями. И по этой причине он испытывает ряд сложностей, такие как необходимость жить по правилам, установленным родителями мужа, делать так то и так, как хотят родители мужа. И соответственно терпеть определенные элементы, в том числе это касается и стиля жизни, который автор вопроса не устраивает. Соответственно она говорит о том, что не может сказать об этом ни родителям мужа, потому что боится их обидеть, ни самому мужу, потому что боится обидеть его. И по сути дела страдать. Вот собственно то, о чем спрашивает автор вопрос. Она говорит прямо, что хочет получить совет, как ей поступить в этой непростой ситуации. Ну, Валерия, а именно так зовут автор вопроса. Мы не даем советов. То есть тут вы несколько не по адресу обратили. Советов психологи не дают, но помогают тоже собраться в себе. Ага, значит, на что здесь нужно обратить внимание, да? Я обратил внимание на страх обидеть. Это очень сильно бросается в головы, что вы боитесь всех обидеть. Обычно, когда человек боится всех обидеть, это про страх осуждения, про страх отвержения. Это про страх одиночества, что если я вот что-то скажу в силу, то меня отвергнут. Вот. И второе, действительно, бывает так, что, ну, на самом деле, сейчас человек что-то говорит, и его на самом деле оберегают, его на самом деле, ну, как бы осуждают и так далее. То есть это, в принципе, нормально. Важно то, что для вас это болезнь, для вас это боль. Следующий момент, да, то есть это страх. Вот у вас есть страх. Страх нужно выделить, страх нужно выделить и с ним поработать. Следующее. Вызывает, конечно, вопрос, который я, ну, фактически всегда выдаю вот в такой ситуации. Это вопрос касается личной ответственности. То есть, да, вот есть семья вашего мужа, у которых, у которых есть, ну, определенная традиция, так скажем, да, определенные устои, определенные привычки и так далее. При том, что вы сами говорите, вроде бы, что люди неплохие и помогают вам, ну, по крайней мере, хотят вам помочь и делают все, что могут для вас и так далее. То есть это неплохие люди, ну, просто вот со своими особенностями. Что, в принципе, нормально. Как так вышло, что вы, зная об особенностях людей, согласились, как бы, жить с ними вместе. Вот. То есть, ну, можно было, там, попробовать пожить недельку, две, три, смотреть, что как. Вот. Перед свадьбой. Понимаете? А так, получается, получается, что вы на что-то надеялись, вы чего-то ожидали, на что-то рассчитывали, но в итоге это оказалось, ну, пустышкой. То есть вопрос, каким образом, как вы согласились, как вы оказались в такой ситуации? Почему это важно? Нет, это не история про то, что вы виноваты или история про то, что вы плохая. Нет, это история про то, чтобы вам самой для себя понять то, как вы принимаете свои решения. Потому что сейчас у меня есть к этому большие вопросы. У меня есть большие вопросы по поводу того, как вы, ну, как вы выбираете, ты или иные, ну, как бы, модели поведения, так скажем. Вот. И мне хотелось бы подтвердить, что вы делаете это осознанно. Они будут как-то в расчете, в надежде, что вас примут, что вас поймут, что вас как-то вот, ну, поддержат и так далее. Это, конечно, хорошо и здорово, если бы было так, но на вещи все же, мне кажется, нужно смотреть реалистично. В вашем случае, как мне кажется, вы не совсем реалистично смотрите на ситуацию. Дальше. Дальше. Мне кажется, что, ну, вот если вы хотите жить отдельно, да, если вы хотите, ну, как бы, проживать отдельно от родителей мужа, да, вот, то, на мой взгляд, это более чем адекватная позиция, более чем, ну, более чем естественное желание, вот, на мой, по крайней мере, взгляд. И, на мой взгляд, вам нужно мужу об этом сказать, ну, просто потому что это нормально, то есть нормально, что вы хотите жить отдельно. Другое дело, если ваш муж отдельно жить не хочет от своих родителей, вот тут уже проблема. И, конечно, будет гораздо лучше, если вы эту проблему вынесите сразу в поле обсуждения, вот, это будет лучше. Вот это вопрос, вот, вашего видения будущего. Но, здесь тоже не все так просто. Почему? Ну, как бы, важно знать, обсуждали ли вы ранее с мужем этот вопрос? Ну, я имею ввиду, совместное проживание. Если вас обсуждали, и он был, ну, как бы, если он вас поддерживал, это одно. Если он вас не поддерживал, это другое. Поэтому важно знать его позицию по поводу совместного проживания. Ну, дело не в родителях, и вам этого надо донести. Дело не в родителях, а в том, что вам нужно свое место. Ну, то есть, вам хочется свое место, вам хочется, ну, чтобы было место, где были хозяйкой только вы. И это нормально. Это абсолютно нормально. Просто то, как вы сейчас доносите эпа до своего супруга, да, вызывает вопрос. Понимаете? То есть, вы не умеете разговаривать. Ну, вот, к сожалению, вот, вы не умеете, судя по всему, разговаривать. Вы не умеете, там, ну, грубо говоря, выражать свои чувства, выражать свои желания. Вы действительно можете обидеть, как бы, своего мужа. И в какой-то степени вы молодец, что беспокоитесь об этом, с одной стороны. Но, с другой стороны, проявляя такое терпение, вряд ли вы делаете хорошо себе и своему мужу. Потому что, ну, вы терпите, раз вы терпите, то, соответственно, вы не чувствуете себя собой. А раз вы не чувствуете себя собой, то, соответственно, ну, как бы, копите определенный негатив. Соответственно, дело времени только, когда он, этот самый негатив, себя проявит. Вот. Поэтому, здесь ситуация такая. Решать, конечно. Это вам, но, на мой взгляд, нужно прямо сказать человеку о том, что вы хотите. А хотите вы, в общем-то, ничего, ну, ничего сверхъестественного вы не хотите. То есть, это, ну, абсолютно нормальное желание. Абсолютно, ну, естественное желание иметь свой уголок, иметь свой, так скажем, свое место, где, например, это, ну, капиталистически вы можете, там, расслаботься. Вот. И, да, это может быть не нужно вашему мужу, но это, может быть, нужно вам. И это повторится абсолютно нормально. Но вы почему-то, вы почему-то. Себя этого права как будто бы лишается. И, вот, вследствие этого происходит, вследствие этого происходит так, что, возникает диссонанс. Вот. Следующий момент, это, конечно, момент личных границ. О нем вам уже сказала одна из моих коллег и сказала совершенно справедливо. Вопрос только в том, будете ли вы эту тему изучать, будете ли вы этой темой заниматься. Потому что запрос личных границ, это непросто. В определенной степени это большая работа. Вот. И, соответственно, это не сказать, чтобы легкая работа. В которой эта работа сопряжена с трудностями. Потому что, ну, нужно людям, эм, отказывать. Вот. Нужно людям говорить не, говорить нет. Это не так просто, как кажется. И требует достаточно много ресурсов. Достаточно много энергии, сил. Иногда даже смелости. Вот. И одной вам это будет сделать весьма сложно. Если, грубо говоря, у вас не будет поддержки. Вот. Поэтому с личными границами нужно работать. Как? Да? Ну, высказывать и выращать свои желания. Это основное. что, эм, разграничивать ответственность, эм, свою и другого человека, так же необходимо. Вот сейчас, например, вы говорите о том, что, эм, ну, что вы можете обидеть, там, эм, эм, супруга, да, можете обидеть. Эм, вы говорите о том, что можете обидеть родителей. Вот. Но это не ваша ответственность, если, эм, люди обижаются сами. То есть, если вы, эм, ну, как бы, просто высказываете, эм, эм, позицию, вот, эм, своим людям, они обижаются. Вот. Это не ваша проблема особо совсем. Вот. Но чтобы, эм, чтобы в этом достаточно ориентироваться, нужно, эм, ну, как бы, разграничивать, эм, свою ответственность. И, соответственно, ваша, и, соответственно, соответственно, другого человека. Вот. От того, как вы это чувствуете, и если вы это чувствуете, вот, вам, вам легче взаимодействовать с другими людьми. Вот. Ну, и, соответственно, эм, если вы вот что-то сделать не умеете, то, эм, довольно проблематично, проблематично в таком случае, эм, что-либо сделать вам. Вот. Поэтому, на мой взгляд, такой ответ можно вам дать. Эм, ну, по крайней мере, вот, с точки зрения, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии, я бы ответил вам именно так, именно так примерно. Эм, дальше, эм, на что бы еще обратить ваше внимание? Эм, на общее, эээ, с вашим мужем. То есть, вы можете, эээ, вести, эээ, себя, ээээ, с ним, ээээ, таким образом, чтобы у него, у самого, появилось чувство, необходимости, какой-то обособленности. Да, это не так просто. Я понимаю. Но, если между вами, например, и вашим мужем, достаточно общего, то есть, если между вами есть общее, и этого общего немало, то, эээ, так скажем, апелляция к этому, эээ, обращение внимания мужа на это, позволит вам действовать как раз таки в своих интересах. Ну, конечно, это, ээээ, потребует определенного навыка. Нет всякого сомнения. Ээээ, если у вас этого навыка, например, сейчас нет, то, да, вам нужно будет этому навыку, конечно же, научиться. Это правда. Потому что, ага, без этого навыка, эээ, возможно, вам будет тяжело. Ну, невозможно, точнее, а вот, вот, скорее всего, будет тяжело. Но, все решаем. Эээ, я думаю, что, эээ, вряд ли, вряд ли, эээ, вашему мужу, эээ, станет сильно плохо, если вы постараетесь донести до него, эээ, то, что вас беспокоит, то, что вам не смотрят. Эээ, вряд ли, вашему мужу станет слишком, опять, плохо. Поэтому, эээ, вот, самое-самое первое, на что бы я, ээээ, сделал, акцент, это, конечно, на, ээээ, ну, на неконфликтное общение. Мне кажется, именно с этим у вас есть определенные сложности, определенные трудности. Я могу ошибаться, но мне так вот сейчас кажется. Эээ, вот, ваше опасение, да, по кругу, эээ, ну, какой-то, вот, перспективный. Сделать больно, негативно, эээ, доставить, доставить, и тогда это вот всё, как мы, как мне кажется, про это. Вот. Эээ, конечно, конечно, хочется у вас спросить, как обстоят дела с, с наценкой, вот. То есть, хочется спросить, а, нет ли проблем с самооценкой, ну, потому что, например, по моим приплачениям, такие проблемы у вас, к сожалению, есть. вот. То есть, мне кажется, что вы склонны себя обесценивать и ставить других выше себя. Вот. Это нужно, конечно, корректировать, потому что если это не корректировать, то вряд ли, эээ, ситуация выровняется в, эээ, даже в моменте, когда, если вы будете жить, например, родни, вот в этом смысле, эээ, ситуация не выровняется, потому что, это, ну, что мешает родителям вашего мужа, да, также влиять, ну, на, ну, на вашу, вот, жизнь, да, на ваше проживание, на, на ваши какие-то бытовые, эээ, истории. То есть, что мешает им делать, это дистанционно, например, там, или через вашего мужа. То есть, никаких проблем особых с этим нет. И очень важно, вот, чтобы вы именно учились себя ценить. Вот. Очень важно, чтобы вы учились, эээ, замечать, выражать то, что вас, вот, волнует, то, что вас беспокоит, то, чего вы хотите. Кхм-кхм. Вот. Это очень важно. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Вот, пожалуй, а, такое ответ, а, мог бы вам сейчас, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии, да, мне предложить. Вот. А, понятно, что идеальным вариантом было бы, эээ, ваше обращение к психологу, вместе, эээ, вместе с эээм, мужем, чтобы, эээ, во всём разобраться, так скажем, ну, максимально, попробую. Вот. Но, к сожалению, я не знаю, эээ, хотите ли вы, готовы ли вы это сделать или нет. И, поэтому, эээ, есть достаточно неплохая, эээ, которая называется «Стены» с ратурством Тауфинда. Тауфинд стен, эээ, или барьеры, эээ, я запомню, либо барьеры, либо стены, но, по-моему, ээээ, стены называются. Я рекомендую вам её почитать. Автор несколько христианской такой направленности, вот, из-за чего его работа может восприниматься в несколько специфичным образом, потому что, ну, если бы, например, неверующий человек, это абсолютно нормально. Но, эээ, важно, чтобы вы обращали внимание не на, эээ, религиозные взгляды, а про вопросов, а на то, что он пытается этим сказать, на то, что он эээ, пытается сказать и говорить о своих и как это хорошо поможет вам увидеть, что такое граница. Но, вместо тем, эээ, покажет, насколько непросто бывает их, эээ, во-первых, очертить, а во-вторых, отстоять. Вот. Эээ, ну и, и, эээ, пожалуй, последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вы говорите о том, что вы непроверки. И, эээ, меня это смущает, потому что каждый раз, когда я слышу вот такое слово, что я экстраверт или я экстраверт, или я ипохондрик, или я кто-то из еще, ну, кто-то из еще. Да? А, мне это смущает, потому что это, на мой взгляд, стереотип. Вот, в первую очередь, это стереотип. И важно понимать, что, называя себя импровертом, вы, эээ, ну, как бы вешаете на себя определенный ярлык. Ну, например, в том смысле, что, допустим, вы, ну, не любите общаться с людьми, да, к примеру, или не любите, когда, там, большое количество людей, ну, не любите и не любите. А, ну, как бы никто не запрещал вам искать свои личные спо-ээ, способы взаимодействия с этими самыми людьми. То есть, не общайтесь так, как хотят люди, чтобы вы общались. Общайтесь так, как хотите вы. Делитесь, в конце концов, тем, чем вы делитесь, не так, как хотят, чтобы вы поделились, а другие люди, а так, как хотите вы, ведь это вы делитесь, а значит, и вам определят и решат, то, как это будет. Поэтому я бы здесь несколько по странице называть вас интровертом. Вот, я бы больше здесь посмотрел на то, как, в принципе, выстраивать сообщение, как вы хотели бы и могли, или могли его выстраивать. это очень важный момент. Вполне возможно, что, например, с психологом вы могли бы найти такую форму взаимодействия с другими людьми, которая бы устраивала, например, вас, устраивала, устроила бы окружающих людей и не вызывала бы никаких вопросов. Ну, глобально. Вот. То есть понятно, что локально какие-то вопросы могут возникать, это, в принципе, нормально. Но вот глобально эти вопросы могло бы не вызвать, ну, или снять. Врядный вопрос. Вот. Поэтому я думаю, что так. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.